МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале у студии Сергея Манькова. Витаю вас и головное о выпуске. Ураджайный початок. Господарки Минщины завершают уборку кукурузы на зерне. Погода сопутствовала, и удобрения были все внесены по технологии, потому и получили отдачу. На варте добробыту первый областный конкурс сиротшмодетных семью супрацовников МНС прошел на Минщине. Без любви, терпения, поддержки семьи в этой жизни ничего не добиться. Виктория Свирская прониклась семейным духом. На хвале и позитиву у белорусских школьников распочались традиционные восенские каникулы. Здесь такая атмосфера, можно хорошо отдохнуть, найти много новых друзей, получить знания необходимых. Татьяна Крыштофович оценила расклад от Пачинку. Ураджайный початок. Господарки Минщины завершают уборку кукурузы на зерне. А все это в регионе, значительно поверечили площадь под культуру. И не прогадали. Ураджайность достигает 80 центнеров гектара. Таким чином, благодаря кукурузе, аграрные планируют компенсовать недобор зерне колоссовых культур. Господарцы, все равно на столбцовщине уборку кукурузы на зерне планируют завершиться на этом тыдне. Середнюю ураджайность тут складывают 70 центнеров гектара. На молоте повинен складывать, амальт 2 тысячи тонн. Это целиком копить, как продать зерне на комбикормовые предприятия и забеспечить кормами уластную живелогодовлю. Отримали тут и добрый ураджай кукурузного силоса. Больше за 15 тысяч тонн зереной массы полтора годовый запас корму для господарки. Никаких практически потерь нету, когда она сухая, там еще что-то. А так нормально идет, все чистенько, удобно. Главное, чтобы погода стояла, остальное все уберется. Кукуруза в этом году, конечно, выродила. Ну и погода сопутствовала, и удобрения были все внесены по технологии, потому и получили отдачу. Зимовка обеспечена будет по кукурузе. До незвычайных здареньев. Два пешехода загинули под колами легковика поблизу Червеня. Здаренье отбылось в вечере на Могилевской трассе. По передней ведома, 26-годовый местовый Жихар и 22-годовый Менчанин перебегали оживленную магистраль в забороненном месте и до того же не были позначены у темры. Подбегнуть на езду Керутца машины не смог, або два пешехода загинули на месте. 35-годовый Керутца был цвярозым. Надеянность, беспека, профессионализм. Супрацовники Департамента Ахова, Министерства внутренних справ означают профессийное свято. История службы почалась 29-го Кострышника 1952-го года. И уже 61 год супрацовники и милицейское подразделение на варте житей моемости белорусских громадян. Отделы Аховы створены у каждом районе Минщины. На Столкцовщине под надеянной варты милиционеров больше 400 объектов. Державная финансовая установа, так само моемость громадян, працует 10 вартовых постов. Всю информацию из объектов в режиме онлайн отсочивает дежурный пульт Аховы и оперативно накировая группу затримания в выпадку спрацовывания сигнализации цитровожной кнопки. Главное, вы знаете, чтобы доверие людей к нам, оно не упало. Чтобы то, что мы сегодня делаем, людей устраивало. И чтобы, видя людей в форме поведения охраны, люди знали, что их безопасность в наших руках, стабильность, спокойствие и забота. Чтобы могли вечером люди выйти отдохнуть с маленькими детьми, не боясь, что их кто-то рабит или, там скажем, ворует. Чтобы люди чувствовали себя спокойно. Вот спокойствие мы сегодня обеспечиваем. Ахова одно из самых оперативных и технично оснащенных милицейских подразделений. Группы затримания, случайно, первыми пребываются на место сдарения. Супрацовники не только сочат за обеспекой на аховываемых объектах, а и контролюют громадский парадок в населенных пунктах. Имгненная реакция милиционеров допомогла раскрыть в погородших следах не одно злочинство. Выбываем собакой и пойдем по следу. Оказываем людям содействие. На убийство мы выбывали, тоже задерживали сразу же убийцу. Ситуации были разные. На службу приходишь, каждая смена, каждая... Все время что-то новое. Ну, и одного раза я нету. На варте Добробыту первый областный агряд конкурс «Серот шмадзетных семья» у супрацовников МНС прошел на Минщине. Организаторы с поборницей подчас проведения конкурса своею метой бачили повышение престижу и авторитету шмадзетных семья, а так само притягнение уваги громадскости до их проблем. 16 участников конкурса демонстрировали свои творческие, кулинарные и интеллектуальные сдольности, и которые свирская прониклась семейным духом. Виталий и Ирина разом уже 15 годов и с часом почутцы только мацнеют. Их зъеднала не просто каханья, сяброуство и прага до творчасти. Виталь традиционно выступая за свой отдел у конкурсах самодейности, Ирина и дети его целиком подтрымливают. На областном форуме галоной прихильницей таты стала Варвара. До слова двухмесячная девчонка – самая маленькая удельница. Ездим на всякие мероприятия, любим участвовать где-то. Папа у нас такой артистичный, поэтому решили попробовать себя на конкурсе. Подобные конкурсы – еще одна махчимость – для семьи побыть разом. Очень приятно, когда осознаешь, что дома ждут дети, и рады, когда ты приходишь с работы, радуются твоему возвращению с работы. И действительно огорчаются, когда уходишь после отпуска, особенно когда за время отпуска привыкаешь, что папа каждый день и каждую ночь дома. А когда папа уходит уже на первое дежурство, все уже начинают капризничать. Вот, мы сейчас уже капризничают, когда заговорили про работу. Поэтому приятно ощущать, когда трое деток тебя любят и с тобой советуются. Семья Уласовича у 2008-м была признана лепшей шмадетной в Копыльском районе. За ее и другое место на конкурсе «Выртовальники в отшима детей». Для их любые творческие поборницы. И на годы стать ближе, и то есть испыт. Сейчас, понимаете, размываются ценности семьи. И нам бы хотелось показать, что семья – это то, что ты постоянно наступаешь на свое «хочу» и выдвигаешь вперед «могу» и «надо». Ведь без любви, терпения и поддержки семьи в этой жизни ничего не добиться. Соправдой, мы стараемся быть завсюды разом. А подруг то, когда таких подобных конкурсов, они настолько мобилизуют, и семья, и шибой становятся мощнейшими. Хоть у некоторых планах можно сказать, что это так само, как испыты для семьи. Потому что, сами разумеете, это некое нервовое напружение, которое ни в каким разом не должно отбиться на наших внутренних отношениях. Областный конкурс «Сярод семьи» у супрационников МНС проходить у першиню, а леви рагодно станет традиционным. «Для работников МЧС ценность семьи, она приобретает большую значимость по причине того, что наши работники ежеминутно, ежечасно рискуют своей жизнью. И, естественно, выполняя боевую задачу, он думает прежде всего о своей семье, своей родине, своих детях, матерях». Журы подчас знаёмства с кожной семьёй не ховало эмоций и литерально засыпало у дельников с ширыми питаниями. «Теперь он болеет стена, наверное?» «Да, вместе с папой». «Ходите на матч?» «Да, стараемся не выпускать». «А кто вы для этого делаете?» Сегодня журы у якости гостей, а у гостей с пустыми руками приходить не выпадая. У якости подарунка. Кожная семья отрымала дыск сказочными историями. «Вы всё знаете о безопасности, но здесь ещё музыкальный хор, поэтому вы держите, увлекайтесь тоже». И хоть эта встреча называется конкурсом и расписана по номинациях, ты мне меньше переможенных тут быть не может. Как и у всем еды, добробыт досягается только за кошт разумения, поваги и взаимной подтримки. Виктория Свирская, Максим Рагаунёв, Минщина. На хвале позитива у белорусских школьников распочались традиционные восиньские каникулы. На протягу тыдня у в области предугреджена разностайная программа отпочинку. Ставка на здоровье и эдукацию. Цековые каникулы вяцают отпочивальникам у национальным детячим эдукационно-оздоровленшим центры Зубраня. Зараз тут больше за 700 школьников. Татьяна Кристофовича ценила расклад отпочинку. Секово, позитивно и весело. У Зубраня сегодня отпочивает свыше 700 юнаковых девчат. Школьники розных взрослых из всей краины. Выхователи поспробовали зарабить так, как детям отпочинок принес плен и долмоц на новое здесь мнение. У них есть возможность посещать и бассейны, и заниматься в спортзалах, и участвовать в корпусном проекте, и в других мероприятиях, которые проходят. В первую очередь сцены, которые легко снять, потом будем думать, что сделать с убегающим котом, коровьем и остальным. Одну при отсылку поспехово делят математики, лирики, спортсмены и творцы. Уже на приконце тыдня тут назовут имя переможца фестивалю детячих сродков массовой информации «Свежий ветер». У номинантах «Амальчатыры» сотни человек журы будет складано. Каждый корпус – это есть редакция игровая. В редакции кипит работа не только печатного СМИ, радио и видео. По окончании смены одной из нашей целей является создание проекта нашего внутризубрятского печатного издания. Я приехала сюда получить новый опыт в сфере журналистики. Ехала сюда первый раз, я вообще не имела никакого представления о лагере. Очень, конечно, мумительные моменты были, но сейчас мне очень здесь нравится, весело. Это очень интересно, познавательно. Для меня почти каждый день я открываю что-то новое. Для тех, кто любит вучиться, в зубрани организованы специальные измены, где дети сумещают факультативные занятки с отпочинком на свежем поветре. Здесь пишите, пожалуйста, «З», присваиваются и эксклюзивки, хорошо? Сырот слухачев в учни сельских школ за партами Юной Ньютона и Ковалевские. С собой они привезли шиткие оловки ручки. В первую измены дети вучатся, в другой отпочивают. Такий расклад задавания и кожного. Мне кажется, эта поездка мне как в подарок, потому что ты что-то здесь узнаешь новое, то, чего тебя не научат в школе. Оборудование, конечно, лучшее. Я думаю, что здесь знания, конечно, пополнить можно. Когда одни расшают уравнение, инши отточиваются в умовлении. Для лингвистов головная практика. Татьяна Афанасова не первый год так проводит каникулы. Головная узровень английской мувы растет в арифметичной прогрессии. Несмотря на то, что каникулы как таковых не получается провести свободное время, но все-таки даже несмотря на то, что мы здесь учимся, но все равно здорово проводить время. Здесь такая атмосфера, можно хорошо отдохнуть, найти много новых друзей, получить знания необходимые, хотя только неделя, но вот если стараться, то можно достичь какого-то уровня. Уроки, которые мы предлагаем ребятам, они нестандартные, то есть отличаются от уроков, которые у них проходят в школе. Я считаю, что, конечно же, маловато одной недели, но мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы результат был. До речи варты оздоровления школьников сегодня организованной на базе установок эдукации в области. Приоритет детям сошмадетных малозабеспеченных семью в старичном регионе отпочинком поспробуются хапить свыше 10 тысяч человек. Татьяна Кристофович, Максим Сацукевич, Минщина. На этом у меня все. Доброго вам настрою. До встречи.